Дорогие друзья, здравствуйте! Заканчивается зима 2024 года, осталось всего два дня. И сегодня мы проводим очередной вебинар от Приан, проводим его с нашими коллегами-друзьями из компании Apex Capital Partners. Компания Apex Capital Partners занимается в широком смысле этого слова иммиграционными разными вопросами, работать с разными миграционными программами. Мы регулярно общаемся, в том числе в форматах вебинаров. И сегодня президент и основатель компании Apex Capital Partners Нурик Ац и вице-президент по России СНГ Apex Capital Partners Софья Силина как раз представят текущую ситуацию на, назовем так, иммиграционном рынке. Звучит немножко цинично, но с другой стороны, наверное, в общем и правильно. Что сейчас происходит? Мы будем говорить о возможностях в мировом масштабе. Безусловно, значительная часть нашего вебинара будет посвящена тем возможностям, которые по-прежнему есть у граждан с российскими паспортами, но в частности затронем мы более широкую тему. Тем более, что и Софья, и Нурья в большей степени, они находятся в глубине всяких иммиграционных процессов и имеют возможность следить за ними не только по тем результатам, которые нам выдают те или иные государства, но и следить за неким формированием. Вот сразу уже просят осветить ВНЖ Италии, но об этом тоже, безусловно, поговорим. Ну и давайте пока к нам вот еще наша аудитория, друзья, коллеги присоединяются. Несколько слов о текущей ситуации, но опять же в применении, скажем, к гражданам с российскими паспортами. Что меняется, что изменилось с того момента, как мы с вами виделись в последний раз, а это был еще 23-й год, ноябрь-декабрь начало. Такое вот в двух словах, что, как. Может вообще ничего не изменилось в данном случае, может это к лучшему. Ну, хорошо, что, Филипп, что вы сказали про людей с российскими паспортами, потому что на самом деле в целом все хорошо на иммиграционном рынке. Я сегодня нахожусь в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, и общаюсь с американцами, американскими клиентами, и все хорошо, много американских клиентов на иммиграционные услуги, и никаких проблем, и вообще ничего не изменилось. Но, конечно, по поводу России, к сожалению, ничего не изменилось в лучшую сторону. И не знаю, когда поменяется. К сожалению, те же рестрикции, которые существовали в 23-м году, они еще существуют. Все карибские страны, куда можно было раньше поддаваться на получение гражданства, они временно, я надеюсь, еще закрыты для граждан России и Беларуси. Это значит, что просто нельзя поддавать новые заявления на получение гражданства. Европа по-прежнему не имеет программ, где можно получать гражданство сразу, взамен на инвестицию. Сейчас в Европе единственное, что возможно, это получение видеонажительства в нескольких разных странах, и там много ограничений. Есть Греция, но Греция для граждан только России, я прошу прощения, закрыта, но для граждан России с вторым гражданством, открыт. И то, что мы делаем сейчас в Греции, мы работаем с нашими старыми клиентами, кому мы помогали получать гражданство раньше на Карибах, мы помогаем им получать видонажительство тем, кому это нужно, видонажительство в Греции. был момент, ну, не очень длительный момент, когда можно было получать довольно-таки легко в прошлом году видонажительство времени, видонажительство в Венгрии, но закрыли эту программу в конце года, и они собираются в июле открывать новую программу для получения видонажительства взамен на инвестиции, взамен на инвестиции в инвестиционный фонд, который будет инвестировать дальше в недвижимость. Пока еще непонятно, будут ли Венгрия принимать россиян. Об этом мы как раз отдельно тоже чуть позже поговорим, когда перейдем к ВНЖ. Хорошо. Софья, давайте мы, собственно, изначально, когда планировали нашу тематику, мы понимали, что европейские ВНЖ, ну, европейское гражданство, это уж совсем уж такой оптимальный вариант, но ВНЖ в Европе, это, безусловно, такой статус, которому стремятся сейчас очень многие. Вообще на европейские страны смотрят чаще, на мой взгляд, чем это было в 2022 году. Ну, в силу, наверное, разных причин, но, тем не менее, есть, собственно, программа гражданства, как Нули сказал, программы гражданства прямых европейских после закрытой Черногории уже нет, есть программы не европейские. Вот давайте начнем тогда все-таки с них. Коллеги, мы обязательно и про Испанию, и про Италию сегодня поговорим. Софья, ну, а вот тут, может быть, немножко так издали начать, а программы гражданства, те, которые не европейские, инвестиционные, но не европейские, они приближают к Европе? И если да, то каким образом? Или все-таки это что-то совсем про другое? Ну, во-первых, всем привет. Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте, все, кто присутствует. Географически никуда они не идут. Географически точно нет. Они остаются в одном месте этой страны. Физически, теоретически пока тоже нет. Все, что осталось для граждан РФРБ, это несколько официальных программ гражданства, про которые мы открыто заявляем и всегда рассказываем, и рассказывать рады. Звоните, обращайтесь, пишите. Это три страны, Египет, Турция и Вануату. И они пока принимают россиян и белорусов и оформляют вторые паспорта, второе гражданство, в общем-то, без ограничений. Но с санкционными людьми будут, безусловно, проблемы. Мы видим это. И Вануату, у которого был когда-то очень слабый порог проверки, и тот же Египет даже, и Турция смотрят в любом случае на наличие грифа санкция. Но зачем нужны все эти программы, эти паспорта? К нам обращаются бесконечно люди со словами, ну, наверное, сегодня, вот в начале 24-го года, это шквал бесконечных вопросов. Все же изменилось, ведь год-то другой, так и ситуация, наверное, поменялась. Можно мы уже оформим Карибы? Нет, не можно. А может быть, Карибы начнутся с марта месяца 24-го года? Нет, не начнутся. С Карибами все плохо, их отношение к гражданам РФ, РБ ярко выражено на сайте Санкидса, например, где нас включили в список тех граждан, которым невозможно оформить гражданство Санкидс. Другие страны немного помягче, они так не выразили свои негативные отношения к происходящему, но в любом случае прием файлов на всех наших соотечественников, пока, господа, забудьте об этом, не через киргизские паспорта, не через даже украинские паспорта, армянские паспорта, казахские паспорта. При наличии, рождении места в Российской Федерации, в любом городе, в любом регионе РФ, невозможно, и имея паспорт Российской Федерации, невозможно оформить, податься, даже податься невозможно на гражданство, и даже присоединить супругов на сегодняшний день невозможно. Это вот... Простите, а вот вы сказали, ну просто есть, не скажу, точное число не назову, но такие люди определенно есть, которые роднились на территории Российской Федерации, а сейчас гражданами не являются. Понятно, что эта процедура не совсем простая, но она вполне законная, и никаких вопросов тут нет. Если у тебя есть паспорт другой страны, когда-то ты был гражданином Российской Федерации, но сейчас не являешься. Филипп, это странно, это ужасно, но я дам вам даже пример. Пример это мой сын. Мы жили когда-то в России, и он родился там, но не я и моя жена, не гражданин России. У нас не было никогда гражданства России, очевидно. Но наш сын родился в Москве, пока мы работали там. И когда он родился, он получал канадское гражданство, потому что мы канадцы. И если бы он сегодня хотел подавать на гражданство на Карибах, и более смешно, он вырос, как вы знаете, мы живем на Антигии, и он вырос в Антигии, и он считает себя, что он антикванец. Если бы он хотел подавать на гражданство сегодня, ему бы отказали. Хотя он никогда не был гражданином России, он случайно родился в России, не по своей воле. Да. В то время он вряд ли мог выбирать. Тут уж дело такое. Поэтому даже отказавшись от гражданства России, вдруг кому-то это интересно, и кто-то видит в этом выход, это не поможет, к сожалению, на сегодняшний момент. В общем, мы забыли, но мы работаем с многими клиентами из стран СНГ, у кого нет второго гражданства Российской Федерации, кто себе не оформил этот статус на сей поры. И они все, конечно же, имеют возможность, несмотря на то, что говорят по-русски, и мы с ними говорим по-русски, и предоставляем им русскоязычных юристов. Кто как хочет, кто-то общается напрямую с англоязычным офисом, это уже up to the client. Но для всех прочих граждан СНГ без российского гражданства карибские программы второго гражданства открыты. А для нас, еще раз, Египет, Турция, Вануату. Хорошо. То есть, условно говоря, граждане Казахстана, граждане Армении, граждане Казахстана, не имевшие и не имеющие веры. Хорошо. Нервные ситуации в РФ могут подаваться. Вопрос, ну, он такой совсем уж нервный, но тем не менее, есть ли риск, что карибы начнут отбирать ранее выданные гражданства? И были ли какие-то примеры этого? Отбирать они не будут никак, но мы, к сожалению, видим сложные моменты восстанавливать, например, потерянные документы. У нас есть одна клиентка сейчас, которая получила гражданство на Карибах больше 20 лет назад и потеряла все документы, которые показывают, что она получила. И у нас большая проблема с восстановлением. Они очень боятся вообще, к сожалению, общаться с людьми, у кого есть гражданство. Они дадут ей, они восстановят, потому что обязаны по Конституции. Но мне очень-очень важный политический деятель на Карибах мне сказали, что, к сожалению, все, что пахнет в России, они должны сегодня... Окей, ну давайте тогда продолжим про... Вы тоже, Софья, сейчас сказали, что да, есть возможность, есть три страны, Вануату, Египет и Турция. Мы кратенько пробежимся про усы. Кстати, Филип, я просто остановлю вас на секунду. И то, что да, происходит это те... В нескольких странах на Карибах еще происходит процесс получения гражданства у тех россиян, которые подавали раньше, чем закрывали программу. Ну да, 22-го, я понимаю. За начало 23-го на Гренаде. И это продолжается? Да. Окей. Хорошо. Тогда давайте вот пробежимся по этим трем странам, и все-таки... Хорошо. А что тогда? Какая тогда цель может быть у заявителя, если он выбирает вообще тот же гражданство Вануату? Ладно, Турция, я еще могу понять. Ты же жить там можешь. Кому-то это вполне подходит. В прошлом году многие россияне начали жить в Турции. Но вот остальным-то что? Зачем? Не обижайте гражданство Вануату, Филипп. Это все-таки страна и колония Великобритании. И когда-то у нее до недавнего времени был безвиз тот же самый, что и у Карибов есть с Великобританией, и с Шенгеном. Да, есть нюансы. Были нюансы, за которые Вануату лишили права безвизового въезда в перечисленные страны. Но это не навсегда, во-первых, когда-то это изменится. А самое главное, для чего гражданину РФРБ может быть интересен очень быстрый паспорт Вануату, который можно получить за 4 с небольшим месяца, есть задержки. И мы не будем сейчас рекламными лозунгами здесь сыпать. Вместо обещанных трех месяцев иногда получается 5, но это в любом случае быстрое гражданство. Так вот, для чего? Для того, чтобы перейти дальше к любому из статусов золотые визы в Европе. Это может быть Португалия, это может быть Греция, которую упомянула уже Нуре. Это, скорее всего, через эту прослойку мы будем делать Венгрию, потому что наличие второго паспорта для европейских стран, оно зачастую является тем самым ключом, который открывает двери к оформлению золотой визы. Бонуатский паспорт, во-первых, красивый, во-вторых, вот в этом самом удобный. И это самое главное. Это да. Наши клиенты очень любят красивые вещи. Вообще русские любят красивые вещи, согласитесь. Но вот паспорт Венгрию тоже. Про паспорта я уж не знал, но, собственно, никогда не проводил такие параллели. Ну, в общем, Венгрию хороший инструмент, который сможет в течение одного года, ну, может быть, одного года с небольшим, приблизить человека к статусу резидента Европейского Союза. И да, на сегодня невозможно сделать или податься на гражданство Европейского Союза так просто, возможно, как это было несколько лет назад. Но если вспомните, программ ЕС, кроме Мальты и Кипра, в общем-то, и не было. Была, да, программа Черногории, но она была быстрая, яркая, но очень скоротечная. Поэтому европейские программы гражданства – это большая редкость. А вот золотые визы на сегодня нашему соотечественнику – это очень хорошее подспорье. И как раз через быстрый паспорт Вануату отлично этим заниматься. Без прослойки второго паспорта многие программы гражданства золотой визы, кроме Кипра и Испании, не принимают россиян. – Скажите, пожалуйста, вот в свое время, особенно карибские страны радовали еще тем, что все это происходит удаленно, и ты паспорт получаешь, словно не выходя из дома. Как сейчас это происходит в Вануату? Вануату требуют посещения? Вануату и вообще как вот это? – Лава вануатским богам не требуют. – К сожалению, потому что красиво на Вануату. – Ну, это же как долететь-то туда, это же… – Ну, через Австралию это… – Ну, то. – Пашага через Австралию. – Не требуют, все подается и получается удаленно, и мы также присылаем, как и карибские паспорта, в любую другую страну, кроме ИРФ, потому что в ИРФ не ходит FedEx и DHL, но мы можем отправить это в наш черногорский офис, в наш дубайский офис, ну, в общем, там масса вариантов, либо клиенту напрямую в любую другую страну. – Окей, давайте перейдем к другой программе гражданства. Вот про Египет, наверное, надо рассказать. – Секунду, София. – Да, пожалуйста. – На Вануату. – Вернемся. – Я просто хочу два слова сказать, что я позавчера говорил с государственным ответителем на Вануату, и мы говорили о том, как продвигается программа Вануату в России, и спросил о том, и как дальше они будут принимать россиян. Он ему говорил, что сейчас рекламируется везде в России в Вануату, но не по тем ценам, которые правительственным ценам, как был на экране секунду назад. И мы видели рекламу дешевле, и он очень удивился, и мне показал, что в законодательстве Вануату это нелегально рекламировать цены ниже государственной цены, и что просто нет такого. И попросил меня всех предупреждаться об этом. – Ну вот это вот цены официальные. – Я буду делать этот вебинар, и он попросил, чтобы я специально говорил, что на Вануату нет цен ниже государственных, и те, которые рекламируют такое, они нарушают законодательство Вануату. Он попросил, чтобы я специально упомянул этот момент. – Вообще любые цифры государственные можно смотреть на госсайтах программ, и у каждой официальной программы все эти цифры обязательно опубликованы. Поэтому не нужно пользоваться третьими источниками, идите напрямую. – Перед тем, как все-таки перейти к Египту, давайте мы в чате опубликуем контакт компании Apex Capital Partners. С экспертами компании можно связаться после вебинара, с удовольствием ответят на все вопросы уже в частном порядке. Ну а теперь давайте перейдем к Египту. Мы как раз с вами примерно там, наверное, сколько, 8 месяцев назад начали об этом говорить подробно. Осенью в Москву приезжала представительная делегация, и мы тоже делали несколько материалов. Я думаю, может быть, в чате мы тоже их как раз покажем. То есть у вас с Египтом отношения такие, как у профессионалов рынка, очень тесные. В двух словах, что изменилось, потому что, ну опять же, о Египте, он такой всплеск был, но при этом Египет – это одна из тех стран, которым с точки зрения недвижимости, например, мы о недвижимости тоже говорим, есть определенная настороженность. Непонятно, нестабильно, что с валютой тоже не очень ясно. Ясно. В общем, в двух словах давайте о Египте, что сейчас там происходит. София, я два слова скажу. То, что изменилось с тех пор, как представители Египта были в Москве с нами, это то, что мы хотим себя поздравить, это то, что мы стали первой иностранной компанией, ну единственной иностранной компанией, которой правительство Египет дали лицензию на оформление гражданства напрямую. Мы единственная компания, иностранная, нет других компаний, не только в России, а вообще по миру, нет другой, не египетская компания, которая имеет право представлять интересы граждан на получение гражданства в Египте. И мы очень гордимся. Что для меня, как для потенциального заявителя, это означает? Ну, хорошо. Это означает, что вы работаете легально напрямую с агентом этой программы. И если вы работаете через брокеров в России, то это значит, что вы не работаете именно с той компанией, которая решает ваш вопрос с правительством. О, вот это раз очень такая милая, греющая душу фраза решает ваш вопрос с правительством. А что? Ну, решает, я не знаю, это может звучать, но не так, но который имеет право, юридическое право представлять ваши интересы в получении гражданства. Что это значит? Окей, вы подаете куда-то документы, вы оказываете юридическую поддержку? Да, 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 именно это. А вот по вашему опыту, то хорошо, вы уже начали этим заниматься. Что спрашивают? Какого рода юридическая поддержка людям требуется? То есть ты вроде как принес все документы, а тебе говорят нет, мы все равно там. Ну, во-первых, надо подаваться эти документы. Мы те, которые... Да, да, окей, да. Это важно. И да, любые вопросы. Потому что в каждом заявлении на получение гражданства в любой стране мира, в Канаде, в Америке, в Египте, в Ануату, везде, могут появляться проблемы, могут быть отказы. Каждая страна рассматривает индивидуально каждое заявление на получение вида на жительство или на получение гражданства. И каждое заявление на получение гражданства, оно разное, оно другое. И там могут возникать очень много разных проблем. Смотрите, об условиях, ну, мы отдельно, просто слайд есть, он по большому счету говорит о всех таких формальной стороне вопроса. Софья, если говорить о неформальной, подготовка, ну, я про Турцию, я тоже слайд покажу, он, в общем, более-менее тоже понятен, и эта программа уже всем более-менее хорошо известна. В двух словах, работа по программам гражданства, с чего она начинается, как продолжается, и в чем ее принципиальное отличие, если оно есть, конечно, от всех программ, там, видов на жительство в Европе. Что это такое? Это сложнее, это проще, это больше документов, это меньше документов и так далее. Ну, любая программа гражданства, это немного сложнее, немного или множе, более сложно, чем программа видов на жительство. Программа Турции тоже всем знакомая состоит из небольшого количества документов и необходимости приобрести недвижимость. Египет, немного больший пакет документов, и начать можно не с приобретения недвижимости, даже не с выбора ее, если человек не хочет на моменте подписания договора с нами сразу определиться с объектом, а начинается все с проверки документов как раз. То есть мы готовим в нашем здешнем московском офисе пакет документов под клиента, потом это все передается в Египет, подается, пошлина 10 тысяч долларов клиентам уплачивается, плюс первые ступени оплаты за услуги юридического сопровождения. Это все, что платит человек на этапе подачи документов государства. Далее проходит энное количество месяцев от двух до четырех и больше. Вот многие люди думают, что несмотря на то, что мы являемся, вернее, из-за того, что мы являемся лицензированными агентами многих программ, мы можем с ноги открывать двери в любые департаменты и агентства и просто говорить, ну мы же заплатили вам государство, давайте-ка нам быстро ответ или пропушьте нашего клиента или там кому-то что-то платить. Нет, так это не работает. В любом случае... Я тоже так думаю. Вы для меня, знаете, люди, которые открывают. Да, ну что, разве это плохо? Это очень хорошо, но так это, к сожалению, не работает. А может быть, к счастью, потому что это некоррумпированная область. И во многих странах такие программы являются одними из немногих направлений, которые как раз не впускают в себя коррупционную составляющую, например, Черногория. То есть зайти с разных сторон в Черногорское агентство для того, чтобы сделать так, чтобы наш клиент, которому хотят отказать, получил одобрение или чтобы он там не полтора года лежал, а за шесть месяцев вышел, невозможно, ну и так далее. В Египте подали документы, ждем, есть вопросы, отвечаем на вопросы. И только когда получили одобрение, а как в любой программе гражданства, это бумага одобрения, которая присылается нам на почту, после этого можно совершать инвестицию. А там уже, смотрите, пункт первый слайд, и есть достаточно большое количество, а именно четыре варианта инвестиций. Тут каждый уже выбирает за себя, можно не останавливаться на каждом. И самая популярная, естественно, недвижимость. Недвижимость самое простое выбирать. В Хургаде единственное место или локация, где нельзя приобретать недвижимость в Египте, это Синайский полуостров, Шарм-аль-Шейх, чтобы было понятнее. Поэтому люди, которые обращаются к нам, а такое бывает тоже часто, у меня есть или я купил уже дом или квартиру в Шарме, и вот сейчас хочу выйти на гражданство. Во-первых, так это не работает, потому что для того, чтобы войти в программу, мы получаем сначала регистрационный номер, для того, чтобы эта недвижимость числилась в программе гражданства, именно в этом является в том числе наша работа, так еще и на Синайском полуострове нельзя покупать под гражданство. Перед тем, как перейти к европейским программам и программам ВНЖ, я все-таки еще немножко позанудничаю. Если мы говорим о программах, вот еще раз о целях. Да, вы сказали, что для получения вида на жительство в Европе в некоторых странах проще, а в некоторых только так и возможно получить еще один какой-то паспорт. То есть быть не только гражданином Российской Федерации, не только гражданином Беларуси, а скажем, гражданином Вануату, Турции или, кстати, есть паспорта и других стран. Но, а вот если твоя цель все-таки не Евросоюз, какую цель может преследовать заявитель, если он хочет просто получить паспорт Египта или Турции? Это что? Какие у него могут быть... Что ему будет проще делать? Что ему будет проще? Что ему будет проще? Что это для меня упростит? Хорошо, ну как бы я в Турцию и так могу приехать. Это бизнес, я буду гораздо легче с турецким паспортом, пишите бизнес там, не знаю, по всему миру или что? Филипп, я сейчас нахожусь в Лос-Анджелсе, в Калифорнии. Это не Турция, да, это другая страна. Это далеко от Турции, очень далеко от Турции, далеко от очень много всего, но ближе к Китаю. И я тут, потому что у меня очень много встреч с американцами, которые хотят получать второе гражданство. И им, очевидно, не нужно второе гражданство, чтобы путешествовать в Европе, они могут и так спокойно путешествовать в Европе. Но они хотят иметь второе гражданство для определенной диверсификации рисков. И так же, как любой актив, когда человек становится богатым, и у него есть что терять. Самая лучшая стратегия не терять, это диверсификация активов. Диверсификация означает либо это не держать деньги в банке под кроватью, и не держать деньги в банке недалеко от дома на улице, а держать деньги в нескольких банках. И держать не только деньги, а держать активы в разных активах, в недвижимости, в недвижимости в разных странах, в ценных бумагах, в государственных облигациях. Это диверсификация активов. И один способ, когда мы живем в мире полно рисков, это диверсификация гражданств. Мы не знаем, какие будут дальше ограничения на американцев. И много американцев волнуются, что будут ограничения, и были ограничения на американцев. Недавно был маленький вирус, шел по миру, коронавирус. Вирус. Появились огромные ограничения для американцев, ездить по Европе, по Европе, который не было у россиян. В 2021 году, в 2020 году, американцам нельзя было в Европу ездить, и россиянам можно было. Так что мы не знаем... Вот ведь оно как. Вот ведь оно как. Мы не знаем, что будет. Это просто диверсификация рисков. Мы знаем, у нас были много сюрпризов за последние несколько лет. Прекращаю занудничать по поводу гражданств. Переходим к видам нажительства, в основном европейским. Давайте, Софья, тогда в двух словах, что особенно прошу уделить внимание Испании, Италии, какие тут есть возможности, с учетом того, что как раз про эти две стороны более подробно спросили. Но давайте про все и про Грецию тоже поговорим. Значит, вот тут есть, смотрите, здесь, правда, вот в этой части Италии нет, но потому что Golden Visa в Италии нет. Но про нее мы поговорим чуть позже. Итак, Греция все равно и все-таки, про которую говорят сейчас все чаще и чаще. Пожалуйста. Давайте, пожалуйста, Филипп, мы в принципе с присутствующими здесь людьми, которые специально пришли, чтобы послушать и задать вопросы, как я понимаю, проговорим, зачем нужна золотая виза и что такое все прочие статусы. Потому что вопросы по этому поводу сыпятся тоже на нас со всех сторон. Во-первых, золотая виза, это всегда... Золотая виза это не виза, это вид на жительство. Золотая виза нужна тем, кто не хочет переезжать в какую-то страну, жить. Кто не хочет держать у себя в подкорке, в голове бесконечные какие-то требования, которые он должен выполнять. Кто не хочет становиться налоговым резидентом другого государства, что может навредить его бизнесу, который он ведет, например, в России и собирается продолжать это вести. Кто не хочет учить язык, кто вообще ничего не хочет, а карточка резидента ему спасла бы жизнь или без патетики помогла бы ему во многих вопросах. Вот это золотая виза. Поэтому если у человека, если не на последние, грубо говоря, то мы всегда будем рекомендовать на сегодняшнем, всегда громко сказано, на сегодняшний момент оформлять золотую визу. ВНЖ тех стран, где это возможно, где можно подаваться просто россиянину, это Кипр и Испания, ради бога, Кипр от 300 тысяч, покупка недвижимости, Испания от 500 тысяч. Пройдете банк, все у вас получится. Не каждый раз наши аппликанты проходят банк. В этом есть банковский комплайнс, перевод денег в ту или иную страну. Есть нюансы, есть проблемы. Я правильно услышал вашу мысль? То есть, если пройдете банк, то все у вас получится. Естественно. Вы так сказали, просто пройдете банк, то все у вас получится. То есть, проход банк это ключевая такая... Да, банки вообще сейчас это ключевое, что с нами случается, причем по любой программе, по тянущейся еще Гренаде, которую мы доподаем, или по программам Внуату Турции, Египта, или по золотым визам, везде одни и те же вопросы и проблемы. В общем, Кипр и Испания для тех, кто просто россиянин или белорусы хочет резидентства и попытать счастье в этом направлении, обращайтесь. Не будем останавливаться на деталях. Можно оформить. На Кипре уже нельзя подаваться родителям, только детям и супругам. В Испании можно брать родителей главного аппликанта. Все это расскажем. Вопрос. Уточнить просто тогда хочу. Ну, хорошо. Вот есть Греция, есть Кипр и есть Испания. Значит, вот принципиальная разница это в первую очередь то, что Кипр не Шенген, а Испания Шенген и один вариант 300, другой 500. Уровень сложности примерно одинаковый. Это всегда, условно говоря, творческая некая работа юристов и так далее? Это творческая работа, безусловно. Это цена. 200 тысяч как бы имеет значение, даже если этих тысяч у тебя много. В любом случае, если ты не хочешь жить, зачем тебе переплачивать? Это просто карта. На Кипре ты получишь бессрочный вид на жительство. Хорошая штука. Безотзывная пока будет инвестиция. Не нужно думать, что вид на жительство, он вид на жительство. Пластик, он пластик, но он иногда выдается на всю жизнь, иногда на много лет, а иногда на ограниченное количество времени. И вот в Испании первый пластик будет выдан на два года, а потом продлевать, а потом продлевать, ну и и так далее. А дальше уже начинаются нюансы. Если вы спросите про гражданство, то и там, и там это достаточно сложно, но у Кипра есть различные еще и плюшки с налоговым резидентством и так далее, чего нет у Испании. Вы сказали продлевать. Вот этот момент особенно и по Кипру, по Кипру просто чаще всякая информация проходит. Причем, вы знаете, меня безумно радует, когда, знаете, информация такая без конкретных фактов. Там сотни россиян лишили счета еще в каком-то банке. Я знаю примеры, когда люди действительно лишались, но когда недавно прислали, ой, что же вы говорите, Кипр, ничего там не дают. Вот посмотрите, какая информация. Читаю новость. Сотни россиян, не указана ни дата, ни банк, ничего не указано. Вот ваш взгляд на всю эту историю продления, непродления, да, мы сейчас живем в очень рисковые времена, но все-таки как-то оценить и понять, а что же происходит, хотелось бы, Софья, Нури, вот что? Понять и простить. Филипп, вы хотите, чтобы мы выделили в будущее? Ну, простите, мы тренируемся. Сказали, что будет дальше. Вы люди авторитетные, понимаете, это же как бы я со своей стороны могу все, что угодно говорить, но все-таки я скорее проецирую ваш взгляд на ситуацию. Насколько сейчас хуже, лучше, давайте последние три месяца сравним с тем, что было в 22-м году, в начале 23-го. Вот у вас же тоже много клиентов есть, которые могут, я не знаю, столкнулись или нет, могут столкнуться с такой ситуацией, там, что счет закрыли, вот ПМЖ, я на Кипре не живу, а ПМЖ есть, ко мне пришли, и что? Как? Это все, это труба или это не труба? Или там 20-ти процентных случаев проблемы есть, там 80-ти нету. Ну, тяжело очень сказать, я, честно говоря, я не только по клиентам, мы видим всякие истории, но мы видим тоже по, я читаю новости, так же, как вы. Мы еще и пишем, и я читаю, я сижу в Лос-Анджелесе, читаю РБК, так же, как вы. И в РБК я читаю почти каждый день, что закрывают. Турция сейчас закрывает россиянам банковские счета, Узбекистан, какой-то узбекский банк сейчас закрывает. Тоже там, даже он не закрывает. У нас очень многие клиенты получили письма, заберите деньги или предоставьте некие документы в кипрских банках. Вчера три, один наш, два не наших, клиенты в Райфайзен банке не прошли банковский комплайнс для перевода денег на Кипр. Хотя раньше это было довольно-таки нормально. Вот. Разное случается ежедневно. А хоть кто-то прошел? Хорошо. Вот вы сказали три прошли. Кто-то прошел, кто-то не прошел. Или... Нет, все не прошли. Все не прошли. Все выкидали. Три были поданы. А есть примеры, когда прошли? Потому что, знаете, когда там десять человек подавали... мы за последние уже, наверное, несколько месяцев просто не принимаем деньги от россиян на Кипр. На наш счет на Кипр. Мы просто не принимаем... Ни одного случая не было виноват. Банковский комплайнс на Кипре в нашем банке, в нашем случае не пускает деньги россиян на Кипре. И мы просто раньше... Хорошо. Как тогда было сложно, а сейчас это практически невозможно. Для того, чтобы делать переводы за недвижимость, если мы сейчас говорим про недвижимость и про эти самые программы золотых виз на тот же Кипр, ту же Испанию и так далее, тому подобное, нужно открывать прослоечные банковские счета. В Сербии мы открываем людям банковские счета. И я не скажу, что это просто. Там тоже свой комплайнс, он может тянуться несколько месяцев. Можно открывать на компанию, даже на российскую. Можно открывать на физика. Все это делается удаленно. Но тогда у вас хотя бы можно как бы переводить рублями даже на свой личный счет из России средства, там их конвертировать, и вы сразу скажете все, да, это процент, который берет сербский банк за конверт... Да, берет. Да, берет, но это инструмент, который пока еще работает. Там это все конвертируется в евро, через динар, и дальше вы можете платить из сербского банка, пройдя сербский комплайнс, он тоже будет, а без этого уже мы никуда не денемся и опять будем подавать пакет документов, но проходим. Иногда долго, иногда быстро, иногда частями. К сожалению, это не вопрос законодательства, это не вопрос даже санкций, это вопрос, потому что по условиям санкций есть 140 миллионов россиян, которые не попадают под санкции, есть около там 2000 россиян, которые... Но из-за всей этой ситуации у каждого банка есть свою толерантность к риску. Некоторые не хотят совсем общаться с россиянами, некоторые готовы, некоторые иногда готовы, иногда не готовы. Это просто личная толерантность к риску. Если мы говорим о программах ВНЖ, первое, что вы сказали, ключевой момент это банк, то есть пройти оплатить по большому счету. И, соответственно, оплатить это значит пройти все проверки банковские. Потом уже вся остальная история с получением ВНЖ. Очень маленькие пакеты документов, ничего там сложного нет, на биометрию нормально все прилетают. В общем, остальная это техника, это наша работа, и тоже там негде останавливаться и о чем говорить. Но если возвращаться к тому разговору, который мы начали, вот это вот две страны, которые мы уже затронули, это те две страны, которые открыты для россиян, еще три через прослойку другого гражданства работают. Венгрия, скорее всего, еще раз также будет работать. И пока она не заработала в полную силу, мы очень рекомендуем задуматься тем, у кого нет этого самого второго паспорта, о том, чтобы его получить. Кстати, не только многие россияне израилетяне, и многие израилетяне не живут в Израиле, ну, будучи россиянами, они живут в России, и у них еще несколько лет назад, до всех событий, начались проблемы с продлением Дарконов, синих паспортов. Те, кто в курсе, поймут, о чем я говорю. Стали выдавать мелкие на небольшие сроки красные лисе-пасе урезанные по безвизу. Так вот, если мы следим за повесткой, то очень скоро с небиометрическими паспортами, тут и про российские речь, и про израильские, нельзя будет без виза летать в зону Шенгенского соглашения. И все, и все те, кто не хочет проживать в Израиле нужное время, ну, и как бы показывать связь с страной для того, чтобы получать там биометрические паспорта и другие статусы, а там есть градация, тоже могут спокойно себе оформить резидентство ВНЖ, золотую визу той же Греции или Венгрии. Греция выдается на 5 лет, и пока еще можно войти по 250 тысяч. Они уже заявили о том, что будет повышение, тоже не будем про это говорить, все знают, все читают хорошо телеграммы. Достаточно высокое повышение, но по 250 да, сметают все в Греции, но есть из чего выбрать в любом случае. Классный статус, он действительно рабочий и 5 лет без обязательств хорошая вещь. Венгрия будет на 10 лет, то есть Греция классно на 5, Венгрия вообще супер. На 10 лет карточку ничего не нужно делать будет внутри. И не спрашивайте нас о специфике самой программы, на очень многие вопросы мы еще не имеем никаких ответов, потому что процессинг не готов, но вот к 1 июлю, как обещается, мы уже будем все понимать и сможем приступать к оформлению. А вот то самое, то, что вы начали говорить, то есть все, 5 программ золотых виз, мы их быстро проговорили, а все остальное это визы цифровых кочевников, финансовая независимость, студенческие, не знаю, их уйма всяких видов на жительство, которые выдаются от года до трех даже, например, испанские визы цифрового кочевника на мат визы на три года, но все это сопряжено с проживанием, и если кто-то рассказывает вам, дорогие друзья, что жить не нужно, что потом вам с легкостью любая страна Евросоюза вот так вот все с ноги продлит, нет, это неправда, не продлет, мы видим Латвия, золотая виза вроде бы, приняли решение не продлевать, не продлевают, вид на жительство, даже золотая виза, это слабый статус, если бы сегодня было вчера до известных событий, то мы бы никогда не рекомендовали оформлять виды на жительство, мы бы рекомендовали всегда начинать с паспорта, а потом захотел поехать жить в Испанию, ради бога, мы сделаем тебе золотую визу, у тебя будет и дом, и статус, и никаких обязательств, но вид на жительство это тот самый не сильный статус, про который нужно все время помнить, потом будут отслеживать, жил, не жил, а все говорят, ну а как, я въехал, потом там где-то карточку оставил, кто-то за меня там что-то платит, я тут где-то что-то, но вот это скоро совсем все прекратится, потому что есть большая база, и будет она лишь увеличиваться и по лицам, и по номерам автомобилей, и по транзакциям. Мы привыкли вот к этим всем вещам, они собственно во всему миру, так сказать, обратная сторона цифровизации, про нас знают все, и в основном те, кто мы знаем, мы знали, это правда, но вопрос, он понятное дело, вы можете оперировать своими данными, вот от Олега Владимировича, есть информация от подавшихся на ПМЖ, что нет одобрения для подавшихся еще в 22-м году. Очень долгие, Олег Владимирович, получение одобрений и вообще прохождение процедур, поданных после марта 22-го года. У нас есть ряд людей, которые ждали очень-очень долго, и если смотреть перспективно на программу Кипра, то до полутора лет даже ждали несколько семей, поэтому это очень долго. Общаясь с вашими Сёфьей, Нури, коллегами, я со своей стороны вижу такую информацию от оптимальной цифры, называются, оптимисты, я не говорю врут-не врут, понимаете, в любом случае есть некий элемент доверия, это восемь месяцев называют, это оптимальный случай, если повезет. Вот случай есть полтора месяца, полтора года, да, такие примеры есть, но вот честно, то, что выдают, ну, по крайней мере, мне присылают карточки, иногда я просто прошу коллег, ребята, вы можете как-то подтвердить, они говорят, мы имя, фамилию просто замажем, но дата стоит, карточка выдана, ну, как, вот, верить, не верить, ну, вроде, почему? Нет, почему? Всякое бывает, и чудеса бывают. То есть, выдают, окей, хорошо, ну, смотрите, значит, по истории с золотыми визами понятно, то есть, все равно, любой ВНЖ, это не тот крутой статус, как гражданство, но все-таки золотые визы, это история, не требующая проживания, да, и требующая от заявителя гораздо меньше, что в текущих условиях может быть проще, никто не гарантирует. Валя требует проживания 35 дней за 5 лет, только она, побываете 35 дней за 5 лет в Португалии, великолепная страна. и давайте теперь в Лос-Анджелесе. Это да, это да. И, наконец, значит, ну, с карибским гражданством мы об этом говорили, ах, 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 а у нас здесь презентации даже этого нет, давайте тогда все-таки поговорим несколько слов о тех программах, я думаю, может отдельно какую-то информацию вы тоже с удовольствием пришлете, по вот Италии, что есть, по, из тех программ, которые не золотые визы, что это сейчас такое, с чем вы поправите? Честно говоря, мы не занимаемся программами, которые не золотые, слово золотое не правильное слово, нет золотых виз, они бывают разными цветами, но не золотым, но просто любят это слово журналисты, золотые визы. Ну, приду, она очень хорошая, расхожая такая история. Да, она очень хорошая. Вот далее, есть проблема независимости, Филипп, по месту жительства. И да, ее можно делать, но там нужно жить. Это, мы возвращаемся к тому, что если человек согласен в году 183 дня провести в Италии, то это можно начинать. Если нет, то не арендовать, не покупать что-то в Италии, покупать не обязательно, можно через аренду идти, но нет в этом смысла, просто ты получишь на первую свою, первую карточку вида на жительство. Да, может быть, откроешь себе там счет, а может быть, не откроешь, это никто не гарантирует, даже с карточкой резидента. И все, через год тебе ее закроют. И как бы, смысл, смысл тратить деньги и усилия. Я не понимаю персонально. Если переезжать, давайте поговорим с тем человеком, который уже с чемоданом тут стоит и готов к этому. Поговорим. На Виталии, на самом деле, эта программа, есть там налоговая нагрузка очень серьезная. Есть программа, по которой можно платить всего 100 тысяч долларов, евро в год. Кому это интересно, кому это неинтересно, платить 100 тысяч в год, каждый год. Или платить просто итальянские налоги, которые даже, ну, в зависимости от доходов, они очень высоки. Нужно рассматривать вот этот вопрос, и не так много россиян готовы идти на такие программы. Есть программы из Швейцарии тоже, где можно в каждом кантоне договариваться по-разному по поводу налоговых нагрузок. Есть очень много индивидуальных программ в разных странах, по которым мы можем говорить отдельно, но те программы, про которые мы сегодня говорили, и которые были в этой презентации, это те, которые были, программы были созданы правительствами, правительствам, которые, они хотят, они ищут таких инвесторов, они ищут таких людей, которые могут инвестировать в страну. Есть программы, которые просто существуют, разные иммиграционные программы, но они, это не то, что правительство делает определенные усилия. на месте студенческие визы тоже можно получать, но они существуют. В Испании до старости глубокой вы можете стать студентом и получить, пожалуйста. Ну, тут это зависит от... Я правильно понимаю, но все равно у вас, понятно, есть определенный профиль, вы компания, которая работает с иммиграционными программами, скажем так, государственного уровня, ну, как золотые визы или программы гражданства. Я просто для себя и, возможно, просто для наших зрителей понять. Ну, вот вы сказали пример. При этом я видел, мы тоже общаемся с вами и о тех программах, которые не являются золотыми визами. Вы их, условно говоря, не афишируете, но консультируете? Или вот как это? Или к нам с этим не подходите? Как действовать-то, люди? Филипп, я вам скажу, что сейчас... Я лично раньше занимался только юриспруденцией в Канаде. И я даже в Канаде не знал все иммиграционные программы, хотя я лицензирован правительством Канады. Нельзя знать все. Мы не можем... Я не могу рассказывать про все программы в иммиграционной, в Зимбабве или в Нигерии или в Албании. Нет, понятно. Про ряд программ икраинских можем, но про все в мире нет, естественно. Про все виды. Но, я скажу другое. Мы, когда встречаемся с клиентом, мы подходим к его личным или ее личным проблемам индивидуально. У каждого есть свои взгляды, у каждого есть свои личные проблемы, они все разные. Если не подходят те программы, в которых мы специализируемся, то мы ищем что-то другое. Иногда мы можем помогать, иногда мы не можем. Мы не занимаемся студенческими визами. Мы не можем... Да, про студенческие мы сейчас не говорим. Мы говорим, в частности, но опять, просто видите, вот был у нашего зрителя вопрос про Италию. То есть... Можете обращаться. Про эту самую программу, которая работает для россиян. Кстати, есть золотая виза в Италии тоже. Невозможно даже через прослойку другого паспорта. А вот это самое, которое мы озвучили через аренду или покупку, да, возможно, звоните, я перенаправлю вас на нашего сотрудника, который полностью вас проконсультирует. Но, опять-таки, сначала поймите цель, чтобы был предметный разговор. Вот и все. Хорошо. Ну, давайте, у нас еще несколько минут есть. Я попрошу, во-первых, еще раз контакты экспертов, куда звонить-то, собственно, контакты с Capital Partners, опубликовать в чате. Ну, и тогда буквально, значит, еще разочек такими вот грубыми мазками. Значит, ну, с гражданством мы вроде поговорили, да. Программы «Золотая виза» это программы, как вы сказали, для тех, кто интересуется возможностью, кому интересна возможность там не терять контакты связи с Европой, но при этом с большой вероятностью не хочет там жить. То есть, может там жить постоянно, но для него это не обязательно. Если все-таки человек готов связать свою жизнь там с какой-то европейской страной, здесь есть уже некий набор других вариантов, ну, в частности, по Италии, вы сказали, по каким странам, ну, хотя бы из вашей последней практики, Софья, это что? Испания, Италия, Кипр, через другие программы, пусть сначала человек определится со страной, дальше мы скажем, можем мы там помочь или нет. Окей. Ну, и тогда все-таки еще один вопрос, потому что вы, ну, по Кипру сразу было несколько вопросов, исходя из вашего опыта, вы рассказали, как ситуация развивается, я, кстати, еще попрошу, мы через некоторое время еще раз будем встречаться с нашими коллегами из Epic Capital Partners, дата пока не определена, но вот в закладке себе положите, пожалуйста, страничку, где все вебинары пряновские есть, там скоро появится, видимо, еще один, но это будет уже, видимо, апрель, да, скорее всего, но некоторые вебинары есть и у нас и сейчас, там в самое ближайшее время проходят. Все-таки по Кипру несколько слов, то есть вы предлагаете эту программу, значит, она, а, работает, и у вас есть за последнее время успешные кейсы, просто в каком-то смысле они не лобовые, в том смысле, что вот конкретный вариант перевода денег из Райфайзенбанков на Кипр последние там пары месяцев у вас опыт отрицательный, я правильно вас услышал? Все правильно, правильно, да, да, у нас есть опыт работы с Кипром и он десятилетний плюс и все это продолжается и Кипр это комфортная программа всегда была и остается, еще раз, она существует с 13-го года, у нее все отлажено внутри, да, есть сбои с банковскими моментами, если мы их проходим, бывает, что комплайнс тянется там аж до трех месяцев, но бывает, что нужно искать какие-то пути, выходы, вместе с девелоперами мы это пытаемся как-то урегулировать, это уже работа как раз в поле, как говорится, да, программа работает, она живая, она хорошая, Кипр говорит по-русски, Кипр очень комфортный для проживания, туда уехала куча компаний, переехала и наших коллег, друзей и клиентов на постоянное проживание, туда перевезли бизнесы, про Кипр всем все понятно, это хорошая вещь, скоро в такие войдет, она в Шенген и будет совсем все прекрасно, когда? Окей, окей, ну, говорим о 20-й год, ну, знаете, у нас уже сколько, два года живем в новой реальности, да, как бы, вот, пролетели как по щелчку пальцев, коллеги, я еще раз это хороший урок, что надо всегда готовиться, сани летом, к подушу, да, 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 у нас все время лето и все время нужны сани, это да, это правда, ну, что ж, я еще раз с удовольствием представляю Софью Силину, вице-президента по России СНГ Апекс Капитал Партнерс и Нуре Каце, президент и основатель Апекс Капитал Партнерс, в качестве паскриптума, ну, и все-таки вопрос, вот, просто ваши ощущения, ну, без какой-то подтекста, понятно, что в Янгры сами до конца еще много с чем не определились, ваши ощущения, они определятся там в апреле, в мае, они, я думаю, что определяться вы имеете в виду с русскими, да, сейчас, и с датой начала программы все-таки, потому что тоже цифра пока не нужна, официально дата начинается в июле, но они еще не разрабатывали администрацию программы, и у них сейчас тоже много политических проблем, они только что поменяли президента, там очень больших, много больших протестов в Венгрии, и у меня по ощущениям это затянется чуть дальше июля, просто у них сейчас другие приоритеты, там очень большие социальные моменты, но мы не только следим, мы ездим туда, мы общаемся, и мы будем очень бываем там, и будем естественно следить и работать с этой программой через, но я думаю, что еще непонятно в основном из-за того, что правительство еще не готово, я знаю, что очень много слух, очень много, и все авторитетно повторяют слухи, это очень хорошо, я заблужден очень авторитетно повторяют слухи, но я думаю, что до июля не будет понятно. ну что ж, дорогие друзья, спасибо огромное, я понимаю, что мы наверное не на все вопросы ответили, но мне кажется, что одна из функций нашего вебинара приоткрыть некоторые возможности, которые есть у наших зрителей, кто считает, кого заинтересовала именно возможность общения, сотрудничества с нашими экспертами с компанией Apex Capital Partners, будем рады, обращайтесь, пожалуйста, ну и вот при прианру ивент, это наши вебинары, ну а на прианру много предложений, много всего-всего-всего-всего. Софья, спасибо, Нуре, спасибо и до скорой встречи в ближайшем встрече. Спасибо. Спасибо.